Всем привет! Привет! Добро пожаловать на наш канал! С вами, как всегда, Таня и Илья. Сегодня мы продолжаем играть в ужас Аркхема. Карточная игра, наследие Данвича у нас цикл, уже четвертая партия. И у нас сценарий Экспресс округа Эссекс. Если вы не видели предыдущие сценарии, для вас всплывет плейлист. Наши герои продолжают приключения, и я прокачал на 4 опыта себе харизму. И добавил союзника. Я уже забыл, как он называется. Сейчас, секундочку, за 1 опыт и 5 ресурсов. О, брат Хавьер. А Таня? Дедукцию. Да, улучшила дедукцию за 2 опыта. Так, перед тем, как начнем... Да, в мешочек мы добавили минус 3, согласно подготовке. И для того, чтобы начать, нам нужно выбрать 6 вагончиков из 8. И разместить их справа налево от локомотива. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 в игре не участвуют. Для экономии места вагончики разместим. Стопочку. И оставим только 2. Мы можем перемещаться по вагонам слева направо. Ну, как, в принципе, и в реальной жизни. То есть, данный вагон связан с этим и с этим. Мы начинаем в крайнем левом вагоне. Так, ну, давай возьмем по 5 карт. Так, меч Браун. Это очень хорошо. Мачете. Это очень хорошо. Поживой пиас. Это очень хорошо. Эти 2 карты я меняю. Так, это не в счет. Еще одна мачете. И воодушевление. Будем играть с тем, что есть. Так, у тебя что? Я бы поставила только дедукцию. Ну, оставляю только дедукцию. Хорошо. Так. 4. 1, 2, 3, 4. Так, некрономиком. Угу. С книжечкой и 2 ресурсов. Ну, я думаю, оставлю. Не думаю, а ты оставишь в любом случае. У тебя нет выбора. Ну, да. Да, да. Все. Мы готовы начать. Давай. Считай. Сценарий. Почему-то 3. Хотя это вроде как 4-й уже сценарий. Экспресс о кругах Эссекс. Недавние события в Мискотоникском музее заставили вас по-новому взглянуть на то, что Армитедж рассказывал о Данвиче. Это не может быть просто совпадением. Уиллы Уэтли, Некрономикон, Данническая тварь, эти люди и существа, с которыми вы столкнулись здесь, в Аркеме. Во всем это явно есть какая-то связь. Теперь вы точно знаете, куда должны направиться. В зловещий, захолустный Данк. Вы подумывали рассказать обо всем полиции штата Массачусетс, но решили, что вреда от этого будет больше, чем пользы. В лучшем случае полицейские нашли бы ваши рассказы полной чушью, а в худшем могли бы арестовать вас. Как ни крути, а вы посещали подпольное заведение и проникли ночью в музей. Так что вместо этого вы лично отправляетесь в Данвич, чтобы продолжить расследование. Вы пакуете в чемоданы все, что считаете нужным и даже находите время немного вздремнуть. С рассветом вы отправляетесь в Нордсайд на вокзал и в последнюю минуту успеваете купить билет на отходящий экспресс. До ближайшей к Данвичу станции несколько часов поездом на северо-запад вдоль долины реки Мискотник. Вам удалось дозвониться до одного из даннических знакомых Армитеджа, мужчины по имени Зебулон Уэйтли, который присутствовал при событиях, случившихся несколько месяцев назад. В записях Армитеджа говорится, что род Уэйтли делится на несколько ветвей. Некоторые из них испортились и в конец опустились, но другие остались непрогнившими, незатронутыми, нечестивыми обрядами и колдовством. По словам Армитеджа, семья, которой принадлежит Зебулон, находится где-то между прогнившими и непрогнившими Уэйтли. Они знают о традициях предков, но не подверглись их разлагающимся влиянию. Зебулон согласился встретить вас на станции и отвезти в Данвич. Когда поезд отъезжает от Арканского вокзала, события предыдущей ночи дают о себе знать, и силы покидают вас. Но прежде чем вы успеваете достичь места назначения, вагон внезапно сотрясается, выдергивая вас из дремоты. Громко зашипев, поезд резко останавливается, и вы слышите позади грохот и лязгание. Все, подготовку мы выполнили. Да, что у нас тут? Дыра в ткани реальности. Поезд на Данвич резко останавливается. Выглянув из окна, вы видите в небе огромную дыру, похожую на прореху в куске ткани. Несколько последних вагонов катятся назад, их сцепки ломаются и с жутким металлическим скрежетом. Накренившись, вагоны отрываются от земли и уплывают к дыре. Часть пассажиров начинает паниковать, другие вжимаются в кресло, а один пожилой мужчина теряет сознание от ужаса. Четыре безысходности. И наша цель. Поезд остановился на мосту высоко над рекой мискотоник. Возможно, вы и выживете после падения, но проверять не хотите. Единственный разумный выход, как можно быстрее добраться до локомотива и заставить состав двигаться дальше. Цель. Если сыщик входит в локомотив, немедленно продвиньтесь. Наша задача ясна. Пробежать все вагоны и дойти до локомотива. Так, мы находимся в вагоне, самым крайнем. Так, пассажирский вагон связан с локациями справа и слева. Обязательно, после того, как вы вошли в пассажирский вагон, вы должны либо сбросить с руки карту, на которой есть символ вопроса, либо получить одну рану и ужас. В правилах сказано, что если у этой локации есть обязательно свойство, которое разыгрывается при входе в нее, игнорируйте это свойство. Все. И для того, чтобы перемещиться в соседний вагон, вы не можете войти в вагон, если в локации слева от нее, то бишь в нашей, не были найдены все улики. Здесь у нас две улики и неясность один. Ох, я как вспомню, как это сложно было. Да, это единственный сценарий, который мы не прошли и который показался нам наиболее интересным, потому что она такая необычная как бы механика. Вот. Ну что, погнали. Давай я, наверное, первым. Давай. Так, Митча Брауна разыгрываю за бесплатное свойство, за два ресурса. И у меня три действия. Так, у меня за харизмы я могу держать трех уже союзников. И Митч Браун мне позволяет еще двух дополнительных союзников, но не уникальных. Это такие, как вот сторожевой пес, у которых нет звездочек. Так что, что. И первым действием, пожалуй, я разыграю Мачете за три ресурса. У меня еще есть два действия. У меня есть два действия. За второе я возьму ресурс. А за третье давай, наверное, я поищу. Попробую найти улику. Локации три против одного. Ничего докидывать не буду. Минус два. Положите одну безысходность на ближайшего врага культиста. Таких нет, но я прошел. И улику нахожу. Так, а когда мы игнорируем свойства? Только вот сейчас, первый. Все, следующих уже все работает. Все, я отходил. Твой ход, вперед. Так, ну что, я разыгрываю Кристофера. Обязательно. Первым действием. Так. Вторым действием ищу. Да. Шесть против одного. Ну да, зарабатывай ресурсом. Ух ты. Ноль. Все, нашла. Так. И можешь, в принципе, передвинуться. И один ресурс. Нет, я, наверное, микрономикон разыграю. Давай. Два ресурсика стоят, так что... Неплохо. И, пожалуй, все. Все, тоже все. Так, фаза врагов. У нас врагов нету. Фаза передвижки. Обновляем карты действия. Берем по карте. И по ресурсу. Фаза мифа. Кладем безысходность. Так, тусанем контакты. И мой первый контакт. Опасность раскрытия. Выберите один тип карт. Актив, событие или навык. Каждый игрок должен сбросить те карты этого типа с руки. Есть ли в этой фазе... Ну, понятно, так. Так, так, так. Я тоже, да. Ну, это я сейчас скажу, а ты сбросишь. Я выбираю события. То есть я... Так, каждый игрок должен сбросить. Я сбрасываю события. У меня оно одно. И Таня сбрасывает все свои события. Отлично. Это хорошо. Все, твой контакт. Так. Ой, начинается. Новоявленные чудовища. Монстр. Выходит в локацию справа от вашей или в вашу локацию, если справа нет локации. Значит, в эту. Да. Справа. Да, сюда выходит. Новоявленные чудовища входит в игру повернутым. Из-под кресла вырывается жуткая тварь и начинает стремительно расти, угрожая заполнить все купе. Так. Как это вот так? Ну, повернутым, да, да. Развернут это вот так, так, повернутым. Так. Так, ну и что, нам, в принципе, есть шанс еще пробежать туда. Кто будет первым? Давайте. Я? Думаешь? Так, ну хорошо. Так, сюда я попасть могу. Первым действием попадаю. Так, вот эта локация уезжает. Что у нас здесь? А я? А что ты? Ты и остаешься. А как я перейду? Ну, так и перейдешь. Так, вагон-салон связан с вы понятным. В вагоне-салоне нельзя исследовать действие. Потратьте три ресурса. Найдите одну улику в вагоне-салоне. Так, у нас тут две улики. Находится монстр. Неясность три. Три ресурса потратить. Так, 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 секунду, секунду, я забыл. Бесплатным действием я строжевого пса разыгрываю за два ресурса. А потом сюда перехожу. Первым действием. У меня еще два действия есть. Вот так вот. Ну что, надо бить. Ресурсов у меня есть еще два действия. Надо его, потому что он не даст на спокойствие. У тебя ресурсов должно быть много, нет? Нет у тебя ресурсов, да? Пока нет. Я могу подраться действие, короче, два ресурса, и у меня будет три. Неплохо, неплохо. Неплохо, да. Но у нас нет выхода. Но я же могу его бить, в принципе, да? Да. Могу его бить. У меня пять, пять, пять против его четырех. Я... Клеву. Но если он со мной не сражается, я ему нанесу одну рану всего лишь. Так, ну у меня два действия. Я могу дважды проатаковать. В лучшем случае две раны. Либо вторым действием начать сражаться и тоже нанести две раны. А ты сможешь от него убежать? А ты сможешь от него убежать? Кстати, да. Забрать его и убежать от него. Но он разворачивается в фазе передышки. Так что, в принципе, он в фазе монстров атаковать не будет. Так что сражаться мне с ним нет смысла. Я буду бить по одному. И это будет правильно. А ты займешься просто уликами. И все. Так. Шесть. Четыре, пять. Шесть. Шесть против четырех. Минус один. Отлично. Одна рана есть на нем. И третье действие. Может мне лучше взять карту какую-нибудь? Я, наверное, возьму карту. В третьем действии. Возьму карту. Еще один сторожевой пес. Ну, неплохо, неплохо. Ну, все. Я отходил. Давай, действуй. Так. Так. Ну, что я. Раз. Давай, трачу действия. Два ресурса. Это два. И три действия. Трат четыре ресурса. Находишь одну улику. Как-то так. Как-то так. Так, фаза врагов. Он лежит. Фаза передышки. И он обновляется. И попадает. Кому он попадает? Тебе ко мне. Мне кажется, это уже без разницы. всегда написано, что там... Ну, давай к тебе. Худший вариант. На. К тебе. Ау, нет. Ау, нет. Ау, нет. Так. Фаза передышки. Берем по карте и по ресурсу. Задный от вам. Это хорошо. И по ресурсу. Оп. Так, ну что? Паза мифа? Паза мифа. Кладем безысходность. Так, все, мы ничего не пустили. Ну, вроде... Да, все, вроде бы ничего. Раскрытие. Пройдите проверку воли 3. При провале получите 2 раны. И в этом раунде вы не можете перемещаться из этой локации. Раны... Раны от этого эффекта должны быть в первую очередь назначены на ваши активы. Если это возможно. Так, проходим проверку воли 3. 3 против 4. Ну, нужно бы приберечь что-нибудь на атаку. У меня старинная книга. Одна воля. Воля, да? А ты будешь использовать старинную книгу? Ну, я думаю, нет. Хотя... Она очень, ну, тогда мне помогла. Задействуй своего сыщика. И действием ты забыла взять 2 ресурса. Возьми 2 ресурса к ним. Ты можешь бесплатно. Своим четвертым действием ты можешь задействовать к ним. Не забывай про это. Тем более, что 2 ресурса. Ну, давай, Воля, давай, давай. Ну, тогда она мне в прошлом сценарии помогла. То есть, 3 карты я с колодой брала и смотрела, выбирала одну. Да, ведь я тебе поклеву. Не, это оставь, может, что-нибудь более крутое. Ну, как бы она так и неплохая. Как бы я знала 3 карты, которые верхние. Ну, давай, добавляй, добавляй. Пускай у меня будет 5 против 3. Все. Повысим вероятность. 0, отлично. Зря скинули. Так, 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 подожди, где мой? А, вот. Все, ничего не происходит. Отлично. Так, сломанные рельсы. Каждый сыщик вашей локации теряет одно действие. Каждый сыщик вашей локации, у которого 4 или больше ран, также должен сбросить один актив под своим контролем. Нет, нету такого. Короче, мы теряем просто подвестим. Да, по этому действию, да. Печалька. И больше ничего не происходит. Угу. Так, ну что, фаза сыщиков? Давай, 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 может, сначала я его заберу. Что ты? Ты будешь, он тебе будет атаковать. Давай я его заберу и попробую нанести уже с мачетею, да, хотя бы. Это будет раз. Так, сюда, видно там? Да, видно. Это будет раз. И вторым действием получается 4, 5, 6, 7. 7 против 4. Может, лучше докинуть? Тут наверняка. 8 против 4. Минус 3. Зря докидывали. Но зато получает 2 раны. У него становится уже 3. Все, я отходил. Теперь ты либо ищешь улику, либо ты можешь его у меня забрать и от него уйти. Тогда он нам не нанесет раны. Ну, в принципе, нет, не надо лучше. Давай, ты занимайся уликами, я сам с ним разберусь. Так, ну давай, первым я ищу улику. Вторым я могу перетянуть его и третьим от него уйти. У тебя только 2 действия. А, точно. Так что давай перемещайся в соседний вагон. Контакт. Я в следующий, я думаю, ну, получу. Ну, что-нибудь придумаю. Так, ну что, уходи. Да, последним иди в соседний вагон, наверное. Так, давай я тут останусь. Вот так вот. Сюда. Так, открываем. Пассажирский вагон связан слева и справа, как обычно. После того, как вы вошли в пассажирский вагон, вы должны либо сбросить с руки карты, на которых суммарно есть хотя бы 2 символа атаки, либо получить 2 раны. Класс. Ну вот. Сбрасывать придется. Так, тут 2. Так, ну что, я тогда... Что, не будешь сбрасывать? Ну, вопросики, они считаются как символы атаки, считаются за любые символы. Так что, ты можешь сбросить одну карту и не получать 2 раны. Ну, смотри сама. Блин, и ты не воспользовался, и я сбрасываю. Ну так, ты хоть не получила 2 раны. Так, это было второе действие, я перешла. А у тебя какие карты? Ну, я получу 2 раны. Для меня раны не страшны. Для тебя раны страшны. Так, ну что, я третьим действием поищу? У тебя аж 2 действия. Ааа, точно. Ты еще забываешь. Давай, может, как-нибудь поближе. Не, ну все, чего поближе. Просто надо запомнить. Все, ты свое отходила, просто еще воспользуйся микрономиконом. И возьми 2 ресурса. Да, свойства daily. Все? Надо не замывать. Все, мы отментили. Мозгов атакует меня на 2. 2. Так. Урон Митч Браун держит. 1-1. Так, ну на себя беру мозги. И по здоровью строжевой пес. Когда атака врага наносит хотя бы 1 рану строжевому псу, нанесите 1 рану атаковавшему врагу. Он получает еще 1 рану. Но у него уже 4. Все. Враги проатаковали. Фаза передышки. Обновляем карты. Берем по карте. Ух ты, топ-старф. И по ресурсу. Да уж, да уж. Фаза. НИФА. Из исходности. Так, мой контакт. Так, выберите один тип карты. Актив события. Навок. Каждый игрок должен сбросить все карты этого типа с руки. Все понятно. Так, ну я, конечно же, выбираю события. У меня нету. Чего есть события? Так, только одно. Ну все, сбрасываю. Твой контакт. О, что-то интересненькое. Беспомощный пассажир. А я его помню, да? Да, ну, 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 что-то. Так. Введите эту карту в игру в локацию слева от вашей. Сюда. Да, в твою. Так, переговоры. Возьмите под контроль беспомощного пассажира. Обязательно, если беспомощный пассажир выходит из игры, каждый сыщик получает один ужас. А, просто потратить действие, чтобы взять его под этот. То есть слева он ко мне приходит. Ну понятно, все ясно. Все, отконтактировали, давай, фаза действия. Давай, ты первая. Собирайте улики и двигайся дальше, наверное. Так. Семь против четырех. Дедукция докидывает сразу две забирает. Восемь против. Четырех, да? Восемь против четырех. Все, вперед. Жалко, что это не прокачанная дедукция. А зачем все это? То есть вы максимумы делаете. А прокачанная собирает три. Плюс один. Ловкость рук и никакого пушенничества. У нас тут под столом плюс один валяется. Все, собираю две улики. Это было твое первое действие. Так, и у тебя еще два действия есть. Ну все, газуй. Дальше. Новая локация. Так, ты переходишь. Открываем. Опять пассажирский вагон. Обязательно после того, как вы вошли в пассажирский вагон, вы должны либо сбросить с руки карты, на которых суммарно есть хотя бы два символа воли, либо получить два ужаса. Нету. Ты получаешь два ужаса. Ну, ужас для тебя не так страшен. Так, ужас. Давай на Дейзи. Нет, так одного на Кристофера положи. Все равно как-то. Это было... Так, вот здесь четыре улики. Раз, два... За Кристофера я взяла. Три. Подожди, а ты ничего не исследовала? А, да, исследовала. Ты же все правильно, правильно, правильно. Дедукция, значит. Да, 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 да. Так, раз ты поискала, два перешла. У тебя еще есть третье действие. В принципе, можешь искать. Или лучше, да, письмена разыграй. Это та же самая, дедукция. Да, да, два ресурса. Так, два ресурса. Как постоянно. Так, что там на ней написано? Так, и три заряда. Угу. Так, потратить один заряд, исследование, найдите одну дополнительную улику вашей локации за каждые две единицы. На которой вы превысили сложность. Угу. То есть мне надо максимально вот так вот. Да, то есть его можно за один раз, в принципе, собрать все. Да. То есть это нужно... Нет, за один раз многовато будет, но... Так, и свойства дейти я беру два ресурса. Все, ты отходила, да? Да. Так, теперь мой ход. Я реакции своей после начала хода сыграть актив соединника, снизив его цену на один. Доктора Фрэнсиса Моргана разыгрываю. За это я не получаю ни очередных атак, так как это не действие за два ресурса. Опять же, если я ошибаюсь, напишите их в комментариях, но вроде я не ошибаюсь. И теперь я первым действием атакую. Чудовище у меня получается 4, 5, 6. 6 против 4. 6 будет 7 против 4. Минус 1. Отлично. Так, и если эта проверка успешна, обновите актив союзника в вашей локации и вылечите ему одну рану или один ужас. Я ужас. Излечиваю. Ничью дауну. Уходит карта в сброс. Я наношу ему 2 раны. Он повержен, враг. Отправляем его на победный счет. У него победа 1. И после того, как вы победили врага, поверните доктора Фрэнсиса Моргана, возьмите одну карту. Берем одну карту. Динамита. Отлично. Что мы имеем? У меня еще два действия, правильно? Мне кажется, даже если мы по ужасу получим, мне кажется, ничего не надо. Нет, чего? Я его могу взять. Он не занимает слот союзника. А Танюха тут наплыв. Тяни еще одну. Так. Акалит. В любую пустую локацию. После того, как Акалит пошел в игру, получите на него одну бесходность. Так. В любую пустую. Да, может, и мою. Нет, ну ты ж не пустая локация. Как было? Ты была здесь? Вот эта локация была пустой. Ага. Чтоб не путаться в последнюю локацию его. Она точно пуста была. Так. Ну, замысел не продвигается, так как это была фаза контактов после. Когда мы считаем безысходность. Так, все. Ты отходила. Так, накосячили. Исправились. Сразу же быстро. Я первым действием убил врага. У меня еще два действия есть. Вторым действием я его все-таки забираю. Переговоры прохожу с ним. Пускай валяется у меня тут. Ну и третьим действием иду сюда. Ну, у меня два символа нету. И я получаю две раны. И две раны у меня держит орган, конечно же. В принципе, и все. Так, ты ж не Necronomicon задействовал, правильно? Задействовал. Так, давайте, наверное, вот так вот. Оп. Все. Так, у нас фаза врагов. Он стоит. Фаза передышки. Обновляем. Карты берем по карте. Улучшение. Отлично. По ресурсу. Фаза мифа. Кладем безысходность. Ну, их уже пять. Мы убираем всю безысходность из игры. Полностью. И читаем. Замысел. Последний вагон поезда откатывается назад и отцепляется. К вашему ужасу его отрывает от рельсов и затягивает воронку над вами. Удалите из игры крайнюю левую локацию или положите ее на победный счет, если на ней есть победное значение и нет улик. Каждый сыщик в этой локации побежден. Сбросьте всех врагов и все активы из этой локации. Сбросьте все улики под контролем сыщиков. Сбрасываем улики все. Так, и враг улетает с последней локации. Все. Вот и все. Разделались скультисты. Дара в небе становится шире и весь состав сотрясается, когда неведомая сила отрывает последний вагон. Все больше пассажиров понимают, какая опасность им грозит. И в поезде вот-вот начнется хаос. Одни пытаются спрятаться, другие в панике, бегают по вагонам. Ну что? Так, это была фаза мифа. Мы продвинулись, теперь контакт. Мы первый. Раскрытие. Пройдите проверку воли 3. При провале получите один ужас за каждую единицу, которую вам не хватило. Так, ну докидывать я волю не буду, конечно же, потому что мне здесь нужно... Ага, здесь ужас. А там 2. Не, лучше, наверное, 4 против 3, в принципе. Шансы есть. Ноль. Фу, отлично. Это просто замечательно. Так, мой контакт. Твой контакт. То же самое? То же самое. Я мешал. Так, 3 против 3. Кажется воля 3 против 3. Ну, докинуть нечего. Ну, докинуть нечего. Щупалки. Это минус 3. При провале сбросьте с руки одну карту на свой выбор. Ты получаешь 3 ужаса. Сразу же. Возьми. На себя. Возьми одну троечку, что-то. Потому что, Кристофера пока еще попридержи. И ты должна сбросить одну карту с руки. Так, ну давай. Справа что-то. Или фонарь лучше. Потому что, ну смотри, фонарь как бы тебе, ну, понижать. В принципе, если ты хочешь за один ход все это сделать. Собрать все улики. А, нет. Их вместе нельзя. Тут нужно действия тратить. И тут действия. Так что не прокатит. Скидывай фонарь. Так, все. Мы контакты разыграли. Так, вот сюда. Контакты разыграли. Давай теперь ходить. Кто был первым? Давай, ну, я поищу. А, я не сбросил улику. Давай, пробуй искать. Пробуй. Так. Семь против трех. Я, наверное, задействую письмена. А что против трех? Против двух. Против двух. Шесть, семь. Да, семь против двух. Задействую письмена. Да, да, да. Минус три. Ну, ты не провалила. Ничего не сбрасываешь. Минус три это семь минус три это четыре, четыре против двух. На два ты превысила. Что там у тебя написано? Одну улику я дополню. Так, найдите одну дополнительную улику вашей локации за каждые две единицы. Да, только ты одну находишь. Ну, ты две находишь, короче. Я две нахожу, да. Ну, да. Так. И давай еще раз. Давай. Второе действие. Тоже письмена разыгрывай, наверное. А, за Кристофера, подожди. Ресурс обязательно. Тоже задействуй письмена. Семь против двух. Блин. Ну, нормально, нормально. Две забираешь. Так, и... Ресурс. Ну, да, ресурс берешь и третьим действием можешь двигаться туда. Двигаешься? Да. Так, это вагон-ресторан. Обязательно, после того, как вы открыли вагон-ресторан, найдите в колоде контактов и сбросе контактов цепкий ужас. И возьмите ее, перетасуете колоду контактов. Я поняла, под конец ухода лучше никуда не переходить. Это да. Так, цепкий ужас. Но все равно, что там... Возьмите ее, перетасуете колоду контактов. Давайте будем искать цепкий ужас. Цепкий ужас. Возьмите с цепким ужасом, пока вы сражаетесь с цепким ужасом, вы не можете перемещаться. Такая слизистая жижа. Ну да, но я тебе помогла, конечно. Я очень далеко. Ты видишь, оторвалась от меня. А, тут, кстати, нет улик. Круто, да? Видишь, какой бардак там. Нет улик, но есть монстр. Ты от него можешь уйти... А, не можешь. Ты уже отходила. Ну, можешь некрономикон, да. Так, после того, как вы ходите, найдите в колоде контактов цепкий ужас и возьмите ее. Перетасуйте колоду контактов. А, я должен был найти и вот это все, что я сбросил, я должен перетасовать, а не в сброс отправить. Вот так вот. То есть, ты просто в колоде ищешь и перетасовываешь колоду. Все. Так, ты отходила? Давай мой ход теперь. Смотри, мне ужас получать не очень хорошо. Я могу сбросить две. У меня есть два символа воли. Но это динамит круто. И верный тоже круто. Но все равно придется тебе отхватить все-таки от него. Ну, это же по-любому. Я не успею дойти. Давай я все-таки рискну, что вдруг мне еще воля выйдет. Я возьму какую-нибудь карту первым действием. Так, Морган у меня вот так должен держать. Первым действием. Патрульный. Не повезло. Ладно. Ладно. Трем действием перехожу. Сбрасываю две воли и два ужаса не получаю. И у меня есть еще третье действие. И третьим действием я беру, конечно же, ресурс. Все. Я отходил. Поехали. Паза врагов. Получаю урон. Так, получаю конзин. Ужасы, но рано. Да? Не, на себя пока. Хотя уже, да, ужас подлечить не мешало бы. Ну, в принципе, остался последний вагон. Так, этот у нас сюда размещается. паза передышки. У тебя никого нету? Все. Паза передышки все обновляем. Берем по карте и по ресурсу. Вот это вот хауш. Снедопыт. Да, да, да. Так, ну что, фаза мифа? Фаза мифа, да. Так, руку мы проверили. Мой контакт. Раскрытие. Положите одну безысходность на текущий замысел. Это может привести к продвижению замысла. Не приводит. Давай, твой контакт. если я твой контакт. Ну, чего-то, да. Приплыли. Так, выходит околит. Давай сюда же в пусту локацию. Самую последнюю засунем. Да, с безысходностью. Сюда его. Как в прошлый раз. Оп. Наплыва нет? Так, нет. Да, все, все, давай. Так, давай, наверное, я помогу тебе с ним разделаться все-таки с этой тварью. Возьму на себя ее. Ну, иди ко мне тогда. Так, ну, сначала я своим свойством задействую себя патрульного. Так, у меня Митч Браун ведет за собой неуникальных двух союзников. И у меня еще есть еще одно есть место за харизму. Так что я еще одного союзника могу вести сам. Так, я сбрасываю три ресурса и у меня три действия. Так, первым действием я иду сюда к тебе. вторым действием забираю. Так, ну и третьим действием бью. Считаем четыре, пять, шесть, семь. Семь против трех. Минус четыре. Супер. Две раны я ему нанес. Все, выход. Там, две раны. Так, мой ход. Здесь нет улик. Может, я пока наберу там, там, карту. может, ты копируешь? Нет, нет, иди сюда. Если тут улики, ищи улики. А что, у тебя есть чем экипироваться? Ну, следопыта. Вот, следопыта, да. Это за действие. За три. Потому что ресурсов много и много куда-то грязать. Да, да, да. Это первое действие. Первое действие. Это первое действие, потом второе действие. Я ни с кем не сражаюсь. Это бесплатное действие. У тебя еще два действия есть. Вот, видишь, четыре улики. Так. Улики, улики, улики. два, три, Обязательно, после того, как вы вошли в пассажирский вагон, вы должны либо сбросить с руки карты, на которых суммарно есть хотя бы два символа знаний, либо получим два ужаса. У меня всего одна карта и у меня кулачок. Я получаю два ужаса. четыре, пять, но у меня станет семь. Ну и Кристофер мне нужен, потому что ну как бы четыре улики. У тебя станет семь? Это печально, конечно. Ну, получаю, что я не могу набрать. Нет, нет, нет. Да. Получаю два ужаса. Разменяюсь. Семь, Последняя локация. Так, у тебя еще два действия. Дождемся, левопытом. Купила. Да, бесплатно переместилась еще два действия. Еще два действия. Два, карту наберем. Зачем? Ищи улики и идем. Зачем нам эти карты? Все, нужно заходить. А что, у тебя есть какие-то карты, которые тебе лечат? Вроде бы, да. Нет, у тебя ничего такого. Ну что, тогда еще? Да, еще. Семь против трех и давай письмена. Да, да, давай. Так, что это? Минус х, х равен номеру текущего замысла. Два, минус два. Семь против двух. Это получается пять против трех, две улики нашла. Ну и у тебя еще одно действие есть? бисьмена я не сбрасываю. Не пускай за кристофера я получаю рисунус. Ну просто ищи улику одну, да и все. Семь против трех. Минус три. Все, нашла? Так, одну. Одну, привыкла подъезжать. Попривычки, да, хапаю. Так, и что так за кристофера и свойства дейзи. да, еще два. Раз, два, два. Ну вот куда у них столько ресурсов? Ну, кто же знает. Если бы у тебя было высшее образование, ты сейчас бы прокачала бы и древние письмена хоба и забрала за одно действие все эти. Но мало опыта здесь очень. Так, а, ну все, я отходил, ты отходил. Этот наносит враг у нас один. Ну, этот стоит, этот наносит мне рану и ужас. Ужас возьмет Мич Браун. Так, рану возьмет на себя песик. И когда враг наносит хотя бы одну рану, пес бьет в ответочку. И у него становится три. Так, ну я же не перемещался с ним. Не перемещался. Все, и он уходит. Монстр уходит. и после того, как вы победили врага, поверните доктора Фэнсиса Моргана, возьмите одну карту, беру карту. Неплохо. Это была фаза врагов. Фаза передвижки обновляем все карты. берем берем по карте. Увеличиваем два ужаса. Класс. Я же знала, что они есть. Вот, есть они, видишь все-таки. А я думаю, что нет. Так, это событие, но не быстро. Да, нужно за два ресурса его разыграть. Но улика у меня есть, так что я смогу. Так, подожди. И ресурс. Ты взяла ресурс. Сатья, можно и не брать. Со всей игры сейчас захапашула. Так. Проверяем размер руки. Ну, в принципе, нужно и не проверять. Фаза мифа? Да, фаза мифа кладем безысходность. У нас замысел продвигается. Вся безысходность уходит. И мы читаем. Еще один вагон оторван чудовищной силой. Мужчина средних лет цепляется кончиками пальцев за край вагона, пока тот летит к разрыву. Дра поглощает вагон за считанные секунды, но мужчина успевает отпустить руки, чтобы не быть затянутым в пустоту. Он уже начинает падать, когда неведомая сила подхватывает его и оттягивает внутрь. Удалите из игры крайнюю левую локацию или положите ее на победный счет, если на ней есть победное значение. Враг уходит на победный счет. Каждый сыщик от локации побежден. Сбросьте всех врагов, все активы из этой локации. Сбросьте все улики под контролем сыщика. Сбрасывай улики. Они сработают. Да. Откатываясь назад. Притяжение воронки кажется становится все сильнее и вот уже весь поезд начинает катиться назад. Последние погоды дергаются и дребезжат, подпрыгивают под воздействием страшной силы. Вы должны как можно скорее добраться до головы поезда. до головы поезда. Так, это была фаза мифа. Так, безысходность мы проверили. Теперь по контакту. мой первый контакт. Выберите несюжетный актив под вашим контролем. Замешайте его в свою колоду и сбросьте три верхней карты своей колоды. Если при этом сброшенный экземпляр выбранные активы, получите два ужаса. Так, несюжетный актив. Наверное, песик пойдет на покой. Ну, потому что патрульного как бы терять тоже не хочется. и мачету не хочется. Все-таки песик, прощай, песик. Я замешиваю, да? Так, и если сброшенный экземпляр, получаю два ужаса. Так, раз, отлично, два, три. Ну, в принципе, нормальный контакт, да? Важный тем более. Ой. Так, положите этому безысходность на текущий замысел. Угу. Наплыва нет, так что поехали. Так, ну что? Давай я поищу. Давай. Так. Сначала ужас вылечи. Нет. Чего? У меня должна быть хотя бы на улика. Мне нужно найти улику, а потом ну да, да, все, туда вопросов не имеем. Почему? Я думал в локации улик. Вау, ужас. Давай. Семь против трех. Так. Минус три. Ну, нашла, нашла. Нашла улику. первое действие. первое действие, потом вторым действием я разыграю, плачу два ресурса и играйте только если у вас есть хотя бы одна улика, выберите сыщика, то бишь я в вашей локации. Этот сыщик либо вылечивает два ужаса, либо сбрасывай на карту жить и своей цельной угрозой. Но я ужас увлечу. Все. Вот уже джек веселее. И тебя еще одно из действий есть. Что, мне убегать? или что-нибудь у тебя нечего разыграть, да? Может, просто я обзошел бы, потому что у тебя и так... за Кристофера. Сперана не надо лечить? Мне пока нет. Я бы разыграла и свойства Себе полечи, да, да. Оставайся тут. Ну, конечно, у меня их нету пока. И оставайся тут, а я зайду первый. Мало ли, там что-то плохое будет, чтобы я получил, потому что у тебя как бы... я могу набрать карту. Да? Не, давай разыграй книгу. Скажет, будет? Так, две руки, значит, все. Так, у тебя там не видно карта, давай чуть-чуть сюда, вот так вот. Плачу два ресурса. И у тебя четвертое действие, ты можешь сразу же подключить Прохожу проверку. Да, да. Семь против двух. Минус четыре. Прошла, прошла. Прошла. Все, выключи себе рану. И все, ты отходила, правильно? Давай. Я просто читаю, тут открыли вагон ресторан. Все, правильно. Так, ну, первым действием я иду сюда. и вторым действием иду сюда. Так, связан локаций слева от него. Вы не можете войти в локомотив, если локаций слева от него. Ну, то же самое, короче. У меня еще одно действие есть. здесь четыре улики. Раз, два, три, четыре. и здесь как бы ничего и не написано. Подведай, ой, что-то затопил. Так, если сыщик входит в локомотив, немедленно продвиньтесь. Сыщик, который входит в локомотив, зачитывает вслух следующее. Путь к локомотиву переграждают тендер, затопленный углем. Преодолев страх, вы вылезаете в ближайшее окно, карабкаетесь на крышу поезда и пробираетесь к паровозу. Поезд тянется назад и из-за этого вы едва удерживаетесь на ногах. Когда вы уже почти у цели, сверху на вас пикирует крылатая тварь, состоящая из обжигающего горячего пара. Вы должны решить выбрать одно, пройти проверку ловкости, чтобы вернуться от существа. При провале вы отпрыгиваетесь слишком далеко и едва успеваете уцепиться за борт. Хоть вам удается забросить наверх, этот случай будет преследовать вас в кошмарах. Вы получаете одну ментальную травму. Пройти проверку силы 3, чтобы выдержать невероятный жар чутьще. При провале тварь пролетает прямо сквозь ваше тело, обжигая его, получаете одну физическую травму. Так, ну давай наверное силу конечно же. У меня силы 4, 5, 6, 6 против 3. Аааа, я зашел сюда и должен был сбросить две карты. У меня есть две книжечки, я их сбрасываю. И справляемся. Так, еще раз, 4, 5, 6, 6 против 3. Правильно? 6 против 3. минус 3. Отлично, прохожу. 3. 3 на 3. Ну все, прошел. Запустить машину. Вам удалось добраться до кабины, но теперь вы должны раскочегарить двигатель, чтобы преодолеть притяжение врат. Если в локации не осталось лик, немедленно продвиньтесь. Ну, в принципе, предсказуемо. Предсказуемо, да. И у меня еще одно действие. Да, все правильно. Раз, два. Ну, в лике мне еще раз бесполезно искать. Давай, наверное. Ресурс, да, или набери карту. Ресурс возьму. Лучше. Хотя, хамера я тоже. Пускай будет ресурс. Все, я тоже отходил. Поехали. Фаза врагов. Врагов у нас нету. Фаза передышки обновляем карты. Берем по карте. Хорошо. И по ресурсу. Я вышла. Ну, давай, читай. Ведите некрономикон в игру в свою зону угрозы, положив на эту карту три ужаса. Эта карта не может выйти из игры, пока на ней есть хотя бы один ужас. Каждый древний жетон хаоса на вытянутых варми. считается право автопровалом. Автопровалом. Да. Да, но он занимает руку у тебя. Тебе нужно что-то сбросить либо некрономикон, либо вот это. У тебя три руки не может быть и в сумке дейзи нет. Давай, мне нужно книжечкой искать. да, сюда и положи три ужаса на него. Так, ресурс ты взял и я тоже это все сделал. Теперь фаза мифа. Фаза мифа. Безысходность кладем. Мой контакт. Раскрытие. Введите несплакающие голоса в игру свою зону угрозу. Вы не можете играть активы и события. Обязательно в конце раунда сбросьте несплакающие голоса. Хорошо. Вовремя. Ну да, давай. В принципе, ничего страшного. Так. Беспомощный пассажир. Наплыв. Так. В какую локацию слева от вашей? Сюда его размещай. Угу. Так. И наплыв. Каждый сыщик вашей локации теряет иное действие. Каждый сыщик вашей локации, у которой 4 или больше рана также должен сбросить один актив под своим контролем. Так. Ни у кого нету, значит... По два действия. Ну, за ним, наверное, мы не пойдем. Я только в моей локации только. А, в локации именно. Да. А мы же разыгрывали правильно в прошлый раз эту карту? А я не помню. Да, если мы опять же неправильно разыграли ее, напишите в комментариях. Мы в одной были или по 11? Ну, в принципе, на монтаже я узнаю. Ладно, давай. Так, ну что, давай я первая? Ну, за ним не пойдем, правильно? Ну, нет. Ну, мы надеемся, что он не уйдет из игры. Давай. Так, задействуй следопыта. Бесплатно. Потом, так, у меня два действия. Угу. могу играть активы события. Угу. 8 против 4. Угу. Минус 1. При провале сейчас ваш ход, потеряйте все оставшиеся действия. Ну, ты не провалила, ты нашла улику. Все четко. И я вылечу рану или ужас. Ну, я ужас, конечно же, извлечу. Одна улика есть. И еще одно действие у тебя, правильно? Так, и последнее действие. Ну, уже просто 7 против 4 проходи. Минус 3. Все нормально. Забрала улику. Все, ты отходила? И свойства так. Подожди, свойства Дэви. Два ресурса, Ну, да. Копи, копи ресурсы эти. Так, 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 что же мне? Ну, давай первым действием возьму карту. О, Лео Де Лук. Повторим действием возьму карту. И третьим действием возьму тоже карту, потому что, как бы, как бы, О, Лео Де Лук. Целая куча Лео Де Лук. Кстати, очень даже они мне могут помочь, ежели чего. Все, я тоже отходил. Фаза врагов. Врагов у нас нету. Фаза передышки обновляем карты, берем по карте, по ресурсу. Проверяем размер руки. И фаза мифа. Кладем безысходность уже три и мой контакт. Так, и в конце раунда я сбрасываю несмолкающие голоса. Раскрытие. Введите застыть от страха в игру свою зону угрозы. В каждом раунде, когда вы впервые совершаете одно из следующих действий движение, бой или уход, это стоит одно дополнительное действие. В конце вашего хода пройдите проверку воли 3, при успехе сбросьте застыть за страх. Понятно. Так, мой контакт. Пройдите проверку воли 3, при провале получите две раны и в этом раунде вы не можете перемещаться из этой локации. Да, на здоровье. Раны от этого эффекта должны быть в первую очередь назначены на ваши активы. Это плохо, Кристофер может отъехать. если это возможно. Так, у меня воли 3, докидывать у меня нечего. Я тебя могу докинуть. Если такое-то. Но я его должен, я его хотел разыграть, чтобы он, если что, держал ужас. Брат Хавьер может держать ужас от тебя. тогда не все-таки нам лучше. Ладно, давай, откидывай. Четыре против. Да, да. Ну, получай две раны и сбрасывай. Ты старался. Ты пытался. Одну на себя, одну на Кристофер. Так. Ну, Кристофер отвечает. Все, мы отконтактировали. У тебя осталось три действия, правильно? Ты просто не можешь перемещаться. Да. да. Все, давай, ищи. У тебя сколько? Шесть против четырех. Я тебе могу докинуть лево до лука. Давай. и будет семь против четырех. Давай. Оп, оп, два штона. Два штона, давай, все, насчитать. Плюс один. Все, находишь улику. И второе действие. Шесть. Семь против четырех тоже. Такие, ты знаешь, да. Минус три. Минус три, да. Да, да, все. Забирай последнюю. Семь против четырех, да, все. Забирай последнюю, и мы продвигаемся. Паровая машина с ревом оживает, и колеса приходят в движение. Подбросив в топку уголь, вы с облегчением убеждаетесь, что поезд снова мчится по рельсам. И один. И один это где-то здесь. Исход один, пожалуйста. Я готов записывать. Что-то очень мало. Давай, давай. Так, исход один. Мы с облегчением вздыхаете, когда врата позади поезда схлопываются, и все затихает. Те немногие из пассажиров, кто пережил катастрофу, похоже, так и не поняли, что именно произошло. Кто-то говорит, что в последнем вагоне взорвалась труба, и остальные быстро подхватывают это объяснение, не желая или будучи не в состоянии принять ужасную правду. Вы же, напротив, узнали немало нового во время этого испытания, хотя предпочли бы и не узнавать. каждый сыщик получает опыт равной суммы победных значений всех карт на победном счету. Все? Да, опять не дали опыта. Это уже четвертый сценарий, в котором не дают нам опыта. Но у нас есть один, два и три. То есть, ты получаешь три опыта. Правильно, здесь нигде больше нет. Да, здесь нигде нет. Ты получаешь три опыта, а я получаю плюс два, пять. Все, что ли? Ничего не записываем? Все? Точно? А что так? Все, исход два. Продолжение следует кровь на алтаре. Весело. Да. Что это? Половину прошли? Еще половина. Вот такой вот замечательный сценарий получился. Как-то быстро мы прошли. Ну, я обложился союзниками. Воспользовался по максимуму свойствам Лео Андерсона. Если были какие-то ошибки, обязательно пишите. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте палец вверх. Всем пока. Пока. Пока.